И сейчас я, как и в многих видео, буду говорить о практической стороне аскетизма. В чем же заключается вот эта вот еврейская хитрость, аскетизм? Я шучу, что еврейская, но для этого нужны мозги. Дело в том, что если мы говорим о духовном росте, я сейчас обращаюсь к тем, кто хочет подняться над собой чуть-чуть, над своими недостатками, над своей ничтожностью. Надо тяжело работать. Скажите, пожалуйста, как можно работать, если у вас куча проблем, которые вам надо решать? Ну, день состоит из 24 часов, правильно? Правильно. Скажите, поспать надо? Правильно? Правильно. Остается какое-то время. Скажите, вам нужно позаниматься собой, правда, да, чтобы ваше тело было нормальным? Правильно? Правильно. Вам надо заняться своим духовным ростом, да? Правильно? Правильно. Скажите, пожалуйста, а если вам приходится где-то кого-то ублажать, где-то за кем-то ухаживать, где-то там поехали, предположим, к одним, там поехали к другим, там заехали к родителям, потом заехали на работу, потом надо машину отремонтировать, потом вечно что-то надо. А если вы аскетичны, если у вас ничего нету? Я приведу вам простой пример. Ровно где-то 8 лет тому назад я понял, что мне нужно отказаться от машины. Вообще. Последняя моя машина была Nissan 200SX. Спортивная. Я понял, что я не могу, то есть я продал машину, и понял, что я опять собираюсь в салон идти уже на Hyundai смотреть, я уже даже в нем посидел. Я понял, у меня ничего не получается. Я взял права в эту руку, трезвый абсолютно, а ножницы, у меня были хорошие такие ножницы, и просто-напросто порезал эти права. Бог свидетель. Почему? Потому что я понял, что машина мешает мне заниматься собой. Мне также мешает заниматься собой жена, теща, собака, соседи, правительство, соседние страны. Оно мне все мешает. Поэтому я нахожусь вот в своей тюремке, и вот здесь вот занимаюсь этим всем. Однако, у меня есть хорошие примеры. Это Василий Блаженный, который мог построить Ивана Грозного, который приходил без порток, только с крестом. И как в опере Годунова, что царь не тротишь юродивого. Так вот, если вы юродивый, вас никто не будет трогать. А если вы из себя спонтом что-то представляете, поверьте мне, сколько всего вам надо делать. Я надеюсь, что я доступно объяснил свою позицию. А если что-то непонятно, доступ к моим мозгам и к моему телу находится в Фейсбуке и ВКонтакте. И вы можете в любой момент написать. Я тогда рассусолю еще более подробно. На сегодня все.